Дело в том, что граница между нашими государствами – это граница дружбы. Обычно границы разъединяют, а наши границы нас объединяют. Потому что две страны, которые абсолютно четко декларируют, что мир многополярен, что не может мир управляться из одного центра, коим себя считает Соединенные Штаты Америки, и в этой связи выстраивание двусторонних отношений в торговле и в целом в экономике идет на пользу двух наших стран. И здесь нужно сказать, что экономика Китая развивается лучше и быстрее, чем российская. Это вообще, с моей точки зрения, сегодня движитель всей мировой экономики, это развитие китайской экономики. Но для развития китайской экономики требуется сырье, требуются ресурсы, и эти природные ресурсы всегда есть у России. И по нашим договоренностям эти ресурсы поставлялись, поставляются и будут поставляться Китаю в необходимом объеме. Поэтому я еще раз с большим удовольствием хочу сказать, что это протяженная граница между двумя нашими государствами. Это граница дружбы и граница сотрудничества. Продолжение следует...